История болезни. С 1 мая пациент в больнице поступил с сильной одышкой и слабостью. 4-5 мая было улучшение состояния, мог говорить и ходить. А потом стало ухудшение и по сегодня 10 мая тяжело дышать, сильная слабость и одышка. Ждем взятия и откачивания жидкости из легкого на анализ. В начале апреля у меня появился кашель. Мама дала мне какие-то таблетки, делала ингаляцию, но не помогала. Она их меняла, но ничего кроме аллергии это не принесло. 24 апреля, работая в саду, я почувствовал одышку, которой у меня никогда не было. На следующий день одышка увеличилась. Мы подумали, что это аллергия на цветение, сирень и прочее. 29-30 апреля одышка не давала мне ничего делать. Давление у меня было в норме, пульс достигал 120-140 ударов. 1 мая я сделал рентген и меня положили в больницу. При этом содержание кислорода в крови было 91%. Начали делать уколы и капельницы. Одышка немного ослабла и я в день по больничным коридорам нахаживал до 4000 шагов. Но 6 мая у меня появилась слабость и увеличилась одышка. Температуры у меня не было до больницы и в больнице. Обычная температура 36-36,5. 8 мая вечером давление было 100 на 80. Кислород в крови 95%, пульс 126. Курить я начал в 14 лет. Курил много и бросил курить в возрасте 50 лет. Алкоголь я не употребляю более 40 лет. В возрасте с 16 до 18 лет я болел хронической пневмонией. 26 лет я еще один раз переболел пневмонией и потом проблем с легкими не было. С Асбестом я не работал, но 7 лет работал газоэлектросварщиком. Несколько раз проходил обследование в московских и питерских клиниках. Никаких проблем со здоровьем и легкими у меня не находили. Последний раз занимался в тренажерке в конце марта этого года. Слабости и одышки не было. Пациент находится в больнице в городе Кизляре, Дагестан. Но из-за коронавируса с медициной там стало еще хуже. Наличие и квалификация доступных врачей, к сожалению, сейчас не очень. Хотелось бы перевести его в Санкт-Петербург, но сейчас состояние очень плохое. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1952 года рождения. Дата исследования – 3 мая 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Пневматизация правого легкого снижена по всему объему за счет участков инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла, более интенсивного в базальных сегментах. На этом фоне определяются участки консолидации легочной ткани, преимущественно в базальных отделах легкого, размером до 50 на 23 мм. Пневматизация сохраняется в С1, С2, С3 и С6. Обращает на себя внимание подчеркнутость лимфатических протоков легкого. Легкая компримирована за счет массивного гидроторекса. По задней поверхности легкого слой жидкости до 35 мм. В С6 – кальцификат диаметром до 5 мм. Пневматизация левого легкого сохранена. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение расширено. В верхнем этаже переднего средостения определяется шаровидное образование размером 63 на 56 на 49 мм, смещающее трахею влево и кзади. Внутри грудные лимфатические увеличены все группы. Множественные парикадекальные лимфоузлы диаметром до 18 мм. В средостении все группы лимфоузлов с обеих сторон диаметром до 22 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце в перекарде слой жидкости до 10 мм. К дуге аорты прилежит включение размером 9 на 5 мм, плотностью до плюс 1500 по хаунсфилду. Стенки аорты кальцифицированы. В проекции корональных артерий массивное отложение кальция. Диаметр легочных артерий справа 24 мм, слева 25 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В левом надпочечнике овоидной формы образования размером 31 на 20 мм, нативной плотности плюс 19, плюс 78 по хаунсфилду. Заключение. КТ-картина образования средостения, выраженная лимфоденопатия средостения, лимфопрофилитетарный процесс. КТ-картина правостороннего гидроторекса, коллабирование правого легкого, лимфангита правого легкого на фоне легочной гипертензии, образование левого надпочечника и народное металлическое тело средостения. Рекомендовано КТ с контрастом консультации онколога. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Ситуация, конечно, сложная. В средостении есть объемное образование. Множественные увеличенные лимфоузлы, скопление жидкости в правой половине легкого. Правая легкая практически не дышит. Думаю, что речь идет об опухоли средостения или лимфоме средостения. Чтобы сказать точнее, надо сделать КТ с контрастом и, опять же, анализ жидкости из легкого прояснит ситуацию.